Давай шашку. Правильный хват сделает. Хобби у Серафимы Сарычевой такое же редкое, как и ее имя. Девушка всерьез занимается фланкировкой. Потомственная казачка сама прекрасно управляется с шашкой и учит этому других. На тренировках ее слушаются не только дети, но и взрослые спортсмены. Все началось с того, что я заметила, как мой отец тренируется у себя на работе. Я заинтересовалась, он дал мне руку шашку и сказал тренируйся. Конечно, это была настоящая казачья шашка, только не заточенная. Она была кавалерийская. Кавалерийские есть и есть артиллерийские. Артиллерийские, они легкие, а кавалерийские тяжелые. Серафим, прокрутите сейчас девятый, пожалуйста. Необычное увлечение сделала Серафима героиней проекта «Не женская профессия». Его к весеннему празднику задумали активисты городского молодежного медиа-центра. Алена Белоножко, фотограф-любитель, снимает репортажи на городских мероприятиях, фотографирует знакомых. К работе в проекте подошла с особым интересом. Она когда-то тоже увлекалась артфехтованием, как и нашей героиня. И было интересно, в частности, пообщаться и наработать именно портфолио для себя. Движение сложнее в плане схватить, но при этом кадры получаются более сочные, более динамичные. То есть статика, она мало кому интересна. Хочется посмотреть именно действия. Фотосессии авторы «Не женской профессии» не ограничились. Героине записали интервью и сняли ролик с ее участием для размещения в социальных сетях. Его планируют транслировать аккаунтов городской молодежки. Медиалидеры рассказали, этот проект лишь подготовительная часть глобальной работы. На молодежном форуме «Столица-28» наша группа медиалидеров объединилась. И мы разработали медиапроект для обучения руководителей медиа-центров. Сейчас мы продумываем наши курсы, какие мы хотим образовательные элементы туда включить, каких спикеров пригласить. В основном ребята, которые приходят в медиа-центры, они ничего не умеют. Они не знают, как правильно снимать сториз, как делать обложки на посты, как правильно видео снимать на какие-то конкурсы. Мы хотели бы сделать так, чтобы те ребята, которые только-только начинают находиться, вот в всей этой сфере крутиться в медиа-центрах, состоять, обучить их правильно показать, как работать. Свою идею активисты презентовали и мэру Амурской столицы Олегу Имамееву. Городоначальник поддержал активистов. Запустить обучение планируют в октябре, когда в вузах и колледжах сформируют новые штаты медиа-центров. Алена Лепкалова, Юлия Мишурнова, Виталий Антонюк, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова